Здравствуйте! С вами Алена Акарол и мы начнём небольшой урок русского языка с новостей из телеграм-канала. Напомню, что в Москве у Си, у председателя Си рабочие встречи начались через полтора часа по прилёту 20 марта, а закончились к ночи. Я остановилась. По прилёту. Ведь мы уже с вами знаем, что есть два выражения. По приезде и по приезду. Интересно, а здесь тот же самый случай. То есть в русском языке существует два равноправных выражения. По прилёте, если вы имеете в виду после этого события, вы должны использовать этот производный предлог и существительное будет стоять в предложенном падеже. То есть отвечает на вопрос о ком, о чём. По прилёте в Москву я быстро отправился в студию. Или вот только по прилёте я увидел, что мой чемодан неисправен. Если же предлог по в предложении означает по чему, то есть стоит в дательном. Вернее мы дело с сочетанием предлога по и существительным в дательном падеже. Ну тогда мы пишем по прилёту. Например, по прилёту птиц мы можем судить, какая будет весна. Или по прилёту самолёта я понял, что шасси было неисправлено. Будьте внимательны вот именно в этих парах слов. По приезду и по приезде, по прибытии, по окончании. Чаще всего именно в этом варианте, когда вы имеете в виду после чего-то, пишут неправильно, используют неправильные варианты. Так, теперь вы готовы писать тотальный диктант, который состоится уже 8 апреля. Либо правильно напишите ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Подписывайтесь на мой YouTube канал под моим же именем. Или на группу Дом Знаний ВКонтакте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!